Привет, с вами Sawyer, канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. И мы сегодня с вами поговорим про публичные приватные свойства классов. Я решил делать серию видео про то, как лучше проектировать свои классы в объектно-ориентированном подходе. И вот здесь мы прямо на практике, на конкретных примерах поразбираемся, чтобы уж окончательно решить вопрос, почему приватные свойства во многом правильнее дело, чем публичные. Почему за это, собственно, часто ругают новичков, что они увлекаются публичными свойствами. Давайте рассмотрим достаточно простой пример. Представьте, что мы делаем некую программу, где есть класс возраст. Но так как возраст, он постоянно меняется, и мы становимся старше буквально каждую секунду, поэтому мы хотим, чтобы возраст был завязан не на конкретное значение возраста, а на дату рождения. Ну вот мы с вами проектируем такой достаточно простой класс. Что мы сначала здесь видим? Ну, во-первых, мы для понимания сделали такую вещь, как timestamp. То есть мы сделали тип timestamp, который мы используем в значении birthdate. Да, timestamp — это значит некое число, но это классический timestamp, количество секунд, прошедших с 1970 года, с 1 января. Таким образом, первое, что у нас возникает, мы не можем показывать возраст для людей, которые младше 70-го года. Но мы не будем в данном конкретном видео решать эту проблему, потому что это другой вопрос. Нам для проектирования, в общем-то, достаточно и такого ограничения. Теперь важный момент. Мы делаем в конструкторе это TypeScript, поэтому здесь можно прямо в конструкторе указать публичность поля birthdate. Это значит, что это поле принадлежит на самом деле классу, то есть она внутри класса находится. И мы сразу его в конструкторе одновременно с указанием значения объявляем как публичное поле. Это значит, что мы можем к нему обращаться. Ну и единственный пока полезный метод этого класса — это преобразование в строку нашего значения возраста. То есть здесь достаточно все просто устроено. У нас есть дата сейчас, от нее мы отнимаем birthdate и, соответственно, интерпретируем это как дату. То есть вот это количество секунд, вот эта разница у нас получается как дата. Мы берем полный год и отнимаем 1970-й. Ну, в общем, если вы поразбираетесь, как работает дата, вы поймете, что когда мы получили разницу, это разница от нуля до какого-то значения, так как ноль — это 1970-й год, у нас таймстэмп начинается с 70-го года, то отнимая 70-й год мы получаем только количество лет. Ну и вот это вот аппендикс, который преобразует наше значение в строку. Теперь мы можем просто сделать экземпляр класса new age, который будет у нас в данном случае, датой рождения будет 9-е, 26-е сентября 2017-го года, и мы можем посмотреть, что там будет выведено на экран. Давайте проверим, что такая программа работает корректно. На самом деле пример очень простой, и поверьте мне, таких примеров я видел огромное количество и на собеседованиях, и даже в рабочих программах, когда достаточно простой, понятный код, пишут вот в таком стиле. Давайте посмотрим, что там у нас будет, если мы запустим эту программу. Все замечательно, вот наша четверка, она вывелась на экран. Окей, в чем же моя претензия к этому коду? Если мы посмотрим, то проблема в том, что мы можем взять вот так, и между полезными действиями нашей программы, ну скажем, зная, конечно же, зная сигнатуру вызова, бьев date, вот, набьем там девяток. Так, что в данном случае нам программа выдаст? Давайте посмотрим. Ну, оказалось, что нам минус 265 лет. То есть эта программа очевидным образом не содержит никакой защиты от дураков, и, в общем-то, первый шаг, который все программисты делают, это учатся специфицировать входные данные программы. То есть мы должны руководствоваться принципом, на вход подается максимально широкий диапазон, на выход подается уточненный диапазон, да, то есть на вход. Это классическая воронка, когда на вход у нас можно принять более широкий диапазон значения, а на выход мы сужаем его в определенную область определения, да. Поэтому вот на вход у нас тут летят значения, а на выход только часть из них попадает. Вот эти, например, отбраковываются. Это процедура, которая называется валидацией данных. То есть мы проверяем, подходят ли для нашей программы все те данные, которые мы можем принять на вход. И понятно, что здесь у нас на вход должны приниматься только те данные, которые не больше, да, то есть дата рождения не больше, чем текущее время. Ну вот давайте сделаем такую модификацию этой программы. Посмотрим, что у нас получится. То есть, по сути, это все та же самая программа. Мы определяем time-step. Все так же оставляем публичное поле birthDate. Но вот теперь мы в методе toString берем и ограничиваем значение birthDate между нулем и now. Если она выходит за этот диапазон, соответственно, мы выдаем значение неверной даты рождения. Ну и дальше мы, собственно говоря, снова запускаем нашу программу. И вот теперь давайте мы запустим программу, когда мы четко видим, что вот наша birthDate обновляется, явно некорректное значение, что у нас будет выведено на экран в результате вот такого добавленного ограничения. Ну, как и ожидается, у нас на экран выводится ошибка. И такое поведение у нас уже больше устраивает, потому что ошибка нам говорит о том, что неверная дата рождения, и она будет работать даже в том случае, когда мы указываем непосредственно birthDate напрямую, минуя конструктор, вот просто потому что это публичное поле. И такое поведение, с одной стороны, кажется лучше, чем предыдущее, и оно действительно является лучше, если не брать в учет то, что даже такое поведение все равно является плохим. И у такой модификации сразу много проблем. Самое основное заключается в том, что мы нарушаем принцип единственной ответственности. Мы в методе toString одновременно и проверяем, что наши значения в стейте класса корректны. И, соответственно, выполняем преобразование. Если у нас будут другие переменные, другие проверки, представьте, как вот здесь начнет пухнуть код, когда мы будем в каждом методе все это проверять. Вторая проблема, что мы привязали проверку к месту использования. Если мы сейчас возьмем и будем добавлять новые методы, которые точно так же используют birthDate, вот эту проверку мы должны будем повторять, а значит дублировать код в каждом методе. Отсюда мы боремся с нашим не очень хорошим решением сделать birthDate публичным, поэтому так как публичное поле может быть изменено в неопределенное время, в неопределенном месте, вот как у нас вот здесь происходит, то и проверять мы его должны каждый раз. То есть мы своим публичным модификатором обязали нас проверять регулярно это поле на корректность. И любое расширение этого класса будет влечь за собой большое количество лишних проверок. Ну давайте попробуем улучшить ситуацию, сделав единственную проверку. То есть мы вот можем сказать, что правильным, более правильным поведением будет не проверять каждый раз это значение. То есть мы как минимум давайте попытаемся побороться за единственную ответственность, вынесем эту ответственность в отдельный метод и попытаемся, чтобы у нас был более прозрачный дизайн, чтобы все-таки валидация была валидацией, а выполнение полезных действий полезными действиями. И у нас возникает, получается, уже третий пример, который мы давайте сейчас посмотрим, как выглядит. То есть все тот же timestamp, все тот же age. И вот теперь мы говорим, вот у нас есть все тоже публичное поле birthDate, но теперь в конструкции выполняется валидация, которая заключается в том, что мы проверяем, что наша birthDate находится в нужном диапазоне, в области определения. И если оно вне области определения, мы выдаем ошибку. И такое поведение по-прежнему заставляет нас, точнее, мы по-прежнему упорствуем и оставляем публичное поле birthDate. И такое поведение, оно решает только часть проблем. А именно, мы проверку делаем только в момент вызова, так, в момент вызова конструктора, да. То есть в данном случае, если мы вызовем программу, вот я специально даже в комментариях оставил два варианта поведения, если мы сейчас вывезем, вызовем, извините, вызовем программу вот с такими параметрами, все произойдет абсолютно нормально. Если мы теперь возьмем и сделаем какое-то некорректное значение birthDate и вызовем снова программу, у нас будет выдана ошибка, чего мы и хотим. И вот все бы ничего, да, но с позиции, значит, проектирования у нас все стало лучше, мы разделили ответственность, у нас появился метод ответственный за валидацию, метод ответственный за вызов непосредственно и выполнение полезных действий. И все бы ничего, если бы мы по-прежнему, по-прежнему не имели проблему, связанную с публичным значением нашего поля. То есть если мы даже сделаем следующим образом, вот у нас birthDate, вот оно прошло валидацию при конструкторе, дальше мы говорим снова my age, birthDate, ну и ставим опять дикое количество девяток, запускаем программу с неправильным, неправильным значением birthDate, которое уже после конструктора у нас установилось, и оказывается, что мы по-прежнему можем обойти валидацию, установив прямое значение. И вот, собственно, теперь мы можем четко понять для себя, почему публичные свойства несут проблему. И это первая основная проблема, проверка ограничений, валидация значений. Мы, делая поле публичным, позволяем совершенно свободно модифицировать его в произвольный момент времени, тем самым все наши попытки выполнить разделение ответственности внутри класса между методами становятся безуспешными, потому что мы должны по-прежнему валидацию выполнять вместе использование переменной. Поэтому очевидное решение вот этой первой проблемы, это не единственная проблема в публичных переменах, но это одна из самых популярных проблем заключается в том, что у нас на вход поступает широкий диапазон данных, он может быть шире, чем интересующие наши значения, и мы хотим его сузить. И это называется на вход принять грязные данные, а на выход получить чистые. И для этого, для такого преобразования часто используется соглашение, что мы делаем какой-то специальный символ префиксом для нашей перемены, который говорит о том, что далее в этой переменной будут чистые данные. И для того, чтобы чистоту этих данных нельзя было испортить, в объектно-ориентированном программировании используется модификатор PreVate. То есть мы теперь говорим, что изменять это значение можно только внутри нашего класса. Дальше делаем такое соглашение, которое не обязательно, но я его приветствую. Ставим нижнее подчеркивание. Не во всех языках такое соглашение есть, но вот в TypeScript, в JavaScript такое соглашение встречается. Так вот, делаем нижнее подчеркивание для того, чтобы указать, что далее это будет переменной не только приватной, но и чистой. Поэтому мы можем провести валидацию. И если валидация пройдет, то мы можем считать, что в любом месте нашей программы далее BeavDate сохраняет свое чистое значение, чистое обозначение того, что она лежит в диапазоне определения данных BeavDate. Проверка, соответственно, у нас всегда проверяет. Если что-то не так, то сразу на входе данные меняются. Так как это приватная переменная, то изменить ее внутри программы можно, но у нас нет сеттеров, и у нас есть такое соглашение, что чистые переменные могут быть изменены только на чистые значения. То есть чистоту в данном случае не стоит путать с функциональным смыслом этого слова. Окей, теперь у нас возникает ситуация, что мы можем совершенно спокойно выполнять наши значения, которые мы знаем, что они были проверены на входе, они были сужены для области определения, и дальше приватное значение этого свойства гарантирует, что ничего изменить нельзя. Ну давайте попробуем запустить программу в таком виде. Все работает. И давайте теперь, ну вот попробуем вот что сделать. То, что мы уже делали ранее. То, что мы делали ранее. MyAgeBerthDate. Ну теперь давайте попробуем любое даже корректное значение. И запускаем. Получаем ошибку. Ну это и есть то поведение, которое нам нужно. Да, нам нужна ошибка в данном случае. Давайте посмотрим. Да, вот мы попытались присвоить к birthDate, а это действие запрещено. Таким образом, первое, для чего нам нужны приватные свойства, заключается в том, чтобы разделить обязанности внутри нашего класса, очистить их от невалидных значений и помешать иным способам, кроме как через предусмотренные нами интерфейсы, эти чистые значения изменить. Поэтому, когда вы ставите свойства, особенно примитивных значений, публичными, вы, по сути, оставляете большую-большую проблему ваших классов. Ну на этом все. Спасибо, что слушали. И с вами был Сойер. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok